В первой светской школе Карачаево-Черкесии, вауле Учкулану, истоков реки Кубань и на лоне природы в Архызе писали географический диктант. Всего в республике открылось 45 площадок, а центральная традиционно региональным отделением РГО и КЧГО организована была в университете в Карачаевске. Об участии жителей в масштабной международной просветительской акции в репортаже Аллы Динаевой. Уникальная площадка для географического диктанта «Истоки Кубани» открылась в Учкулане в Народном музее истории культуры карачаевского народа имени Джанибекова. Желающих писать географический диктант в высокогорном ауле в первой светской школе Карачаево, кроме самих учителей, учащихся и жителей Учкулана, было немало. И молодежь, и дети пишут здесь в старинных партах, за которыми сидели 150 лет тому назад наши предки, образование. Я думаю, что будет и дальше развиваться, если мы вместе совместно будем прикладывать для этого усилия. Еще одна площадка в республике открылась в Архызе. Инициативу провести акцию в горах проявил молодежный клуб под руководством Елены Чучаевой. Писали диктанты и на базе школ. Всего в этом году в республике зарегистрировалось 45 площадок, а центральная традиционно была организована в Кычагу. А до начала диктанта провели викторину. «Попробуем отгадать некоторые загадки, ответить на вопросы». Кто ответил правильно, получил сувениры, а остальные узнали много интересного о нашей большой родине. Часть вопросов викторины касались географии только нашего региона. «Какое самое глубокое озеро? Высококорное озеро в Карачаево-Черкесии? Самое глубокое?» «Большой Беложенский»? «Правильно ответила». «Для написания диктанта» «Гучечка». «Спасибо». «Улум-Уруджинское озеро, 41 метр». Девятый год подряд за рубежом в России и в нашей республике проводится географический диктант. И неуклонно растет как количество площадок, так и людей, которые проявляют интерес к знаниям. «Я хочу вас поздравить с этим событием очередным, призвать вас и в дальнейшем участвовать, повышать свой уровень географических знаний. Это мудрость. На Кавказе всегда ценилась мудрость. Когда вы будете знать хорошо свою территорию, вы будете ее любить, вы будете чувствовать ответственность за него». Взяв бланки и приготовив ручки, собравшиеся сосредоточили внимание к вопросам, которые в этом году озвучивали Олег Газманов, Дмитрий Харатьяна и телеведущий Анастасия Чернобровина. «Детеныша какого животного, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют Зеленцом, затем Хохлушей и Серкой». Вопросы касались не только географии. Несколько из них пересекались с литературой. Одно задание было посвящено барону Минхаузену, а некоторые вопросы сопровождались иллюстрациями, по которым можно было определить объекты на карте. Для ответа на вопросы географического диктанта требовалось применить не только знания, но и образное мышление, логику и, конечно, эрудицию. «Это стопка бланков. Все участники, которые сегодня писали диктант, сдали бланки ответов в дальнейшем. Все бланки у нас анонимные, они смогут узнать свой результат только по уникальному номеру». Кому-то понравился вопрос про произведение Пушкина, которое он посвятил одному из городов России, а кто-то после географического диктанта перечитает биографию Лермонтова. Но, несомненно, каждый участник ушёл с вопросом, на который он хочет знать точный ответ. Аладдинаева, Олег Молхожев, Аслан Гирюгов. Вести Карачаева, Черкесия.